Хвалите Бога Хвалите его со звуком трудным Хвалите его на псалтире и гуслях Хвалите его стимпаном и лихами Хвалите его на струнах и органях Хвалите его на звучных кимбалах Хвалите его на кимбалах громогласных Все дышащее дохвалит Господа Ах, Аллилуйя Ами КОНЕЦ 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 Знаете, я теперь понял, почему Ерехонские стены пали. Возможно, не все мы готовы ко встрече с нашим Господом, проверим себя. Я не утверждаю, что к концу служения, когда музыканты еще больше удушевлятся, выдержат стены или нет потолок. Но мы молились. Мы поем все вместе в сопровождении духового оркестра хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой хвалой. Мы поем первый, второй и последний куплет. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, нам очень будет интересно узнать, а все же, сколько у нас духовых оркестров, откуда они. И давайте познакомимся немножко. И сегодня число библейское семь. Очень интересно. Итак, самых дальних сегодня у нас в гостях на празднике этом духовой оркестров. Самый большой из присутствующих из штата Миннесота, город Миннеаполис, из церкви Фаня, руководитель Даниил Сергеревич и оркестранты, пожалуйста, наших дорогих гостей мы сердечно приветствуем любовью Господа Иисуса Христа. Привет! Привет! Смотрите, друзья, очень рады. Любовь Христа сначала ней живет сердцами в кишине. Течет ко мне, течет к тебе. И гимна всех влечет к тебе. Это любовь Христа привлекла их на это торжество. Но Спаке, тоже не близко, Юрий Бойко, где ты? Поднимистка оркестра, дорогой, все же я знаю. И вот один из самых активных наших музыкантов, руководителей, брат, очень старается, чтобы организовать такие праздники. И наши, дорогие из церкви, что на горе в Спакене, сердечно приветствуем. Садитесь, друзья. Дальше, впервые, впервые, сегодня вообще на этом празднике, брат, проходи, Владимир Дорохов всегда, он то один приезжал, то вдвоем. Сейчас из церкви, славянская, из Портмана, пожалуйста, вот они, впервые, сердечно приветствуем. Садитесь, друзья. Снова впервые создан аркет в Банкуле, где руководитель, вот там играет на басу, его зовут Анатолий Ковальчук. Церковь, благодать, сердечно приветствуем. Украинская, первая украинская церковь сегодня у нас на святе. Алик Саварюк, ну, рядом, я не могу помощника его не представить, потому что это мой племянник. Старый Ковальчук, помощник и оркестранты украинская церковь, сердечно. Слава Богу, что ты с нами. И следующее, церковь, будьте очень внимательны. Я впервые здесь, на нашем празднике. Вы знаете, я очень много переживал. Думаю, кто же будет меня хоронить. В нашей церкви Брянской не было долго духового оркестра. Но очень нехорошо, если будут какие-то другие. Хотя, я думаю, они будут тоже участвовать на моих похоронах. Но сегодня Сергей Кузин, руководитель духового оркестра и музыканты Брянской церкви, сердечно приветствует. Садитесь, друзья дорогие. Ну и, конечно, друзья дорогие, завершает представление. И очень приятно, что это легло, организация этого праздника на местную церковь спасения. Александр Чебурин, подъявись, пожалуйста, но я не могу тебя одного представить без твоего брата. Где он? Хоть он не в пиджаке, а в слабости. Но он тоже помогает. Вот они очень много трудились. Вообще, церковь спасения действительно спасения для многих угнетенных, удрущенных и для всех нас. Церковь спасения, пожалуйста. Вот они, большой оркест наших дорогих музыкантов. Мы от души приветствуем любовью к Господу Иисуса Христа. Почему себе? Приветствуем. Дорогие братья и сестры, я хочу сегодня всех вас поздравить с великим праздником, который когда-то Бог учредил среди израильского народа. От всего сердца пожелать вам мира, счастья и любви. Вот уже традиционно стало, что мы четвертый год проводим этот праздник, который очень важный. Сегодня мы остановимся на нескольких аспектах этого. Ну, сначала несколько слов из поэтической тетради. Снова праздник у нас. На просторах Сиэтла Трубы звонко запели, огласив небосвод. И небесный восторг посетил мое сердце. Богославил усердно христианский народ. Праздник Труб – это пир для души и для духа. Торжество во Вселенной от земли до небес. Это Господу песнь пробужденного духа. Потому что из мертвых наш Спаситель воскрес. Мы ему посвятим этот вечер сегодня. Пусть сияют, как трупы, наши лица всегда. А восторг неземной пусть подольше продлится. И не меркнет в сознание и в душе никогда. Снова праздник у нас. На просторах Сиэтла Трубы звонко запели, огласив небосвод. Я мечтаю о дне, Когда в городе вечном Будет славить Иисуса музыкальный народ. Аминь. Несколько слов из священной книги Библии. Хочу, чтобы мы сегодня открыли. Левитам 23 глава с 23 по 25 стих. Левитам 23 глава с 23 по 25 стих. Вот что сказал Господь. И сказал Господь Моисею, говоря, Скажите нам, Израилем, В седьмой месяц, В первый день месяца Да будет у вас покой, Праздник труб, Священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте И приносите жертву Господу. Еще раз, никакой работы не работайте, Но приносите жертву Господу. Сезон осенних праздников Израиля Начинался с праздника труб. Он еще известен в слубе Божьем Или среде иудейского народа Как днем воспоминания. Равины учат, что с этого дня Каждый еврей начинает вспоминать, Что сделал для него Бог. Он начинает вспоминать о своих грехах И о том, что великий всемогущий Бог Однажды сказал, Прощай тебе все грехи, И от этого ты будешь свободен. До наступления следующего праздника, Дня Искупления, Народ Израильский рассуждал О своем духовном состоянии. Очень интересная деталь, я заметил. Месяцы у евреев начинают отсчет От праздника Пасхи, Когда евреи выходили из египетского рабства. А года отсчет начинался От праздника труб, Искупления от греха И судов Господних. Праздник труб, это очень важный был В народе израильском. В этот момент очень важно было Услышать звук шафара. Звук инструмента, Который был сделан из рога, Животного, Который напоминал каждый раз Еврею о том, Что есть великий всемогущий Бог, И нужно свято и праведно Ходить пред Ним. Он должен проверять Каждый человек свои отношения Между Богом И как он служит между друг другом. Особенно торжественным было Седьмое новомесячье. Хотя каждое новомесячье Начиналось с праздника труб, Вот что заповедал Господь По отношению этого дня. И в день веселья вашего, И в праздники ваши, И в новомесяче ваши, Трубите трубами При всесожжениях ваших И при мирных жертвах ваших. И вот интересная деталь. И будет это Напоминанием о вас Пред лицом моим. Я Господь, Бог ваш. Слушайте еще раз. И будет это то, Что вы трубите Пред лицом моим. Напоминанием о вас Пред лицом моим. Говорит Господь. А в первый день месяца Кроме того собиралось Священное это собрание, Торжественное собрание, На котором весь народ Величественно славил Господа. Этот день как раз и назывался Днем Трубного Звука. Когда евреи выходили Из пленения Вавилонского, То этот праздник стал у них Именоваться как Начало Нового Года. Интересная тоже деталь. По традиции в этот день, Как бы говорили евреи, Господь сотворил мир. Евреи шли на берег озера, Либо моря, Либо какого-то водоема, Вытрясали свои карманы И говорили, Господи, ты вели их, Ты любишь нас. Они читали вот это место. Михея 7 глава, 18 и 20 стих. Кто Бог, как ты, Прощающий беззаконие И не уменяющий преступления Остатку наследия твоего. Не вечно гревается он, Потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами И сгладит беззаконие наше. Ты вернешь пучину морскую Все грехи наши. Так говорил каждый человек, Когда вспоминал о милости Господней. По еврейской традиции, Когда они слышали звук шафара, То в ихнем сознании Вот что происходило. Они как бы представляли, Что Господь встает из кресла правосудия И пересаживается в кресло милосердия. Бог великий и всемогущий, Который наказывает людей, Он в то же время Бог милующий, Который дает возможность Ощущать его на каждом человеке. Так, услышав звук шафара, Человек должен понять, Что это призыв к спящему человеку. Пробудись от сна, Встряхни свое состояние пред Богом, Как бы говорил каждый еврей, И следуй, следуй, И верно и преданно Служи Господу своему. Сегодня, когда евреи слышат Звук шафара, Это говорит им о том, Что они должны возвращаться В обетованную землю. Библия – это книга о спасении. Это Библия – книга о судье вечном, И о том, что Господь, Великий, Всемогущий, Дает нам возможность Тожествовать в нем. Ну, знаете, звук шафара. Звук шафара люди думают, Что можно добрыми делами Умилосердить Господа. Мы имеем другое понятие. Бог нам открыл. Бог открыл нам, Что не делами рук наших, Мы имеем спасение. Мы имеем спасение через Господа Нашего Иисуса Христа. Ибо надобно говорит Слово Божие, Чтобы приходящий к Богу веровал, Что Он есть, И что Он воздает за всякое дело. И до изма существует три трубы. Я сегодня хочу сказать немножко. Первая труба, Последняя труба, И великая труба. И каждый из этих труб Имеет определенное значение В еврейском календаре. Первая труба провозглашалась На день Пятидесятницы. Она провозглашалась, Что Бог, Великий, Всемогущий, Он есть Бог, Который обручился с народом своим, И Он будет благословлять, Вести и вдохновлять народ свой. Последняя труба является Вестником спасения и искупления. А вот Великая труба Провозглашала о том, Что сказал Иисус Христос однажды И пошлет Господь ангелов своих С трубою громогласную И соберут избранных Его От четырех ветров От края небес И до края их. При последней трубе Сам Господь Выйдет навстречу своей невесты И мы будем иметь Великое преимущество Там, в Хоре Небесном, Славить Господа, Провозглашать Его Великое имя. Будет особый период В жизни народа Божьего Писание говорит Сам Господь При возвещении При холосе Архангела И трубе Божией Сойдет с неба И мертвые во Христе Воскреснут прежде Говорит апостол Павел А далее он говорит Вот теперь Теперь мы должны Напрягать все усилия Для того, чтобы услышать Звук этой трубы. О чем сегодня мне говорит Это праздник. Что сегодня должен я Прежде чем склонившись Пред Богом О чем должен я Поразмыслить. Во-первых Это то, что Господь Очень скоро Грядет И нам нужно готовиться Ко второму пришествию. Это очень важный момент. И поэтому всякий Кто знает о том, Что великий всемогущий Бог Идет И шаги Его уже слышны, Он будет готовить Себя к этому. Второй момент. Этот праздник говорит о том, Что признак пришествия Господа нашего Иисуса Христа Близок И он слышен Среди израильского народа. Звук шафара Зазвучал. Дорогие друзья, Христос говорил Вы изберите пример И слушайте, что там происходит. Потому что Если Господь Начнет обращать Своё лицо К израильскому народу, Значит, время спасения Для язычников Скоро закончится. А посему Сегодня этот праздник говорит, Чтобы я Был очень осторожным, Чтобы следил за временем И готовился Ко встрече Господа моего. Третий момент. Третий момент говорит, Чтобы мы бодрствовали И трезвились, Дабы Не проспать Время Звучания Трубы Четвёртых, Чтобы мы знали, Что скоро Будет изливаться Чаша Гнева Божия. И кто читает Книгу Откровения, Он найдёт там Звук трубный, Но не во спасение, А в осуждение. И последнее Писание Называет Тех, Кто Служат Господу, Говорит, Вот как Блаженны люди, Знающие Трудный Звук. Дорогой Друг, Брат, Сестра, Посетитель, Сегодня Тебе вопрос, А будешь ли ты На небесной перекличке? Дорогой Дорогой Субтитры Корректор СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА А об Израиле скажут, вот что творит Бог. Братья и сестры, других слов нет. Вот что творит наш Господь. И я думаю, на следующий год многие миссионерские группы собираются на Западь, Северо-Восток России поехать. Сорок групп, чтобы там проводить его инвестиционное служение. Как было бы хорошо, чтобы этот сводный аркет поехал поддержать. Пожалуйста. СПОКОНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА